МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Без предварительной записи. В Рязани открыли единый центр вакцинации. Мутные реки. Рязанская природоохранная прокуратура проводит проверку по загрязнению объектов окружающей среды. Композитор с большой буквы. Скопин отметил 125-летие со дня рождения своего известного земляка Анатолия Новикова. 1 ноября в Рязани открылся единый центр вакцинации. Он работает по адресу улицы Коширина, 1Б. Ежедневный график работы с 8 утра до 8 вечера. Получить прививку можно без предварительной записи. На прием и вакцинацию следует взять лишь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В центре одновременно ведут прием больше 50 специалистов. Оказывается, помощь в заполнении документов проводится предварительный медицинский осмотр, опрос, измерение давления, пульсоксометрия. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил центр и пообщался с пациентами. А также заявил, что для жителей микрорайонов, где доступность прививки сейчас ниже, в единый центр вакцинации будет организован бесплатный автобус. Видео своего визита губернатор выложил на своей страничке в социальной сети. Как у вас проходит процесс предвакцинации? Вы знаете, просто отлично. Все очень организовано. Мне помогли заполнить бумаги просто за 5 минут. И сейчас скоро получу вакцину, буду делать. Все отлично. Спасибо. Ну, хорошо. Если так, то вам здоровья, прежде всего. Первая прививка, да? Да, все. Ну, вам сразу справочку дали, да? Что сделали первую прививку? Да, я просто только даду. Сейчас отдыхаю, вам пока. Понятно. Ну, все, главное, не нервничайте. И здоровья вам всем. Роспотребнадзор возбудил 4 дела о закрытии торговых центров и кафе из-за нарушения ограничительных мер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Сотрудники Роспотребнадзора посетили 47 торговых центров из заведений общепита на территории Рязани и районов области. По итогам проверки предприятия возбуждено 8 административных дел, в том числе и 4 из них о приостановке деятельности. Кроме этого, объявлено 15 предостережений. Напомним, ранее Роспотребнадзор нашел нарушение в работе аквапарка под Рязанию. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела очередную плановую проверку на поднадзорной территории. Ранее мы уже рассказывали о состоянии оврага Крутицы, расположенного на улице Прижелезнодорожной. Кроме того, что он завален мусором, в нем протекает рукотворный ручей неизвестного происхождения. Ручей без названия пролегает по территории микрорайонов Семчина, Канищева, Недостоева, Борки и впадает в Аку. Предположительно, он появился в результате незаконного сброса сточных вод в овраг Крутицы. Но это не единственное место, куда природоохранная прокуратура направила свое око. Организовано обследование территории ручья без названия, в овраге Крутицы, примыкающего к территории промышленных предприятий на улице Прижелезнодорожной города Рязани, водоохранная зона реки Павловка и в районе введения активной застройки в магазин Метро, а также акватории Барковского затона реки Ака, где проводится отстой речного транспорта. И мероприятия были проведены с целью выявления нарушений и негативного влияния деятельности человека на водоемы. В том числе несанкционированные водовыпуски, загрязнение береговых полос, водоемов, отходами производства и потребления, выявление затонувших пластрельств и иных нарушений. Напомним, ранее рядом с жилым комплексом метропарк было зафиксировано загрязнение реки и береговой линии строительными материалами. Сейчас природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства по возмещению экологического ущерба, в том числе путем рекультивации и иной очистки загрязненных земель, водных объектов и компонентов окружающей среды. По всем выявленным нарушениям Рязанской предоохранной прокуратуры организованы проверки с привлечением Министерства предупользования Рязанской области и Преугского межрегионального управления Роспреднадзора. Кроме того, за нарушение режима содержания гидробионтов, животных, живущих в воде, возможно, будет наказан рублем один из рязанских предпринимателей. Пока что правоохранители вынесли ему представление об устранении нарушений. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанском перинатальном центре не станут открывать ковидный госпиталь. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов, как сообщают СМИ региона. Медучреждение возобновило работу после дезинфекции с 26 октября и принимает детей до полутора лет со всей области. Надо понимать, что после передачи перинатального центра для ковидных больных сложно восстанавливать флору лечебного учреждения для лечения детей. Мы очень благодарны, что было принято такое разумное решение. Приводят журналисты цитату председателя Комитета здравоохранения экспертного совета при правительстве Рязанской области Светланы Петровой. В Скопине торжественно отметили 125-ю годовщину со дня рождения знаменитого земляка, композитора Анатолия Новикова. Герой соцтруда, дважды лауреат Госпремии СССР, за свою жизнь написал более 600 песен. Репортаж наших скопинских коллег из телекомпании Верда ТВ. Культурные события в Крывеческом музее прошло соблюдением всех санитарных норм и требований согласно распоряжению губернатора, вступившему в силу именно с этого дня. Но началось все с торжественной церемонии гашения почтовых карточек уникальным календарным штемпелем «Гордость земли Рязанской». Почта России инициировала выпуск почтовых карточек в честь этой знаменательной памятной даты. Спецгашение почтовой продукции с изображением наших земляков имеет важное значение в развитии культуры области, так как житель любого уголка нашей земли сможет увидеть достопримечательности Рязанщины и знаменитых людей, тесно связанных с ней. Церемонию гашения провели начальник управления культуры и туризма города Скопина Марина Ретюнская, почетный гость праздника – епископ Скопинский Ишацкий Петерим, заместитель начальника Скопинского почтамта – Надежда Сычева. Каждый из присутствующих в зале получил возможность сразу же отправить почтовую карточку любому адресату. И теперь изображение Анатолия Григорьевича Новикова, оно разлетится по всей России. Таким образом, о нашем земляке будут знать во всех уголках не только нашей страны, я думаю, что и во всем мире, ведь эти карточки можно отправлять куда угодно. И мы сейчас с вами ограничены в передвижениях, а вот таким образом мы можем нарушать границы и не быть при этом преступниками. Очень хорошо, что мы сегодня здесь собрались, я вам участвую в память такого выдающегося человека, песни, которые у всех на слуху, и буквально с детства мы их слышим и любим, это наши любимые песни, и, конечно, нам есть чем гордиться. В ходе юбилейной встречи скопинцы перелистали славные страницы биографии своего знаменитого земляка. Вспомнили его самые яркие произведения. Ведь песни Анатолия Новикова, а их более 600, всегда были верными спутниками советских людей. Скопинцы – это самые счастливые люди, потому что у нас город талантов, город гениев. Безусловно, мы вот сейчас с Ладыкой обсуждали, что Анатолий Григорьевич Нориков, он был не просто талант, он был гений. Вы согласны? Гениально. Только и гений мог написать такое. Но сегодня я поздравляю вас не только от себя. Сегодня я поздравляю весь город Скопин и присутствующих здесь людей по поручению министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Юрьевича Попова. И от имени главы администрации города Скопина Олега Александровича Осиева я поздравляю всех со 125-летием прекрасного, талантливого нашего земляка-композитора Анатолия Григорьевича Новикова. Давайте друг друга поздравим. В программе праздника прозвучали самые любимые и знаменитые «Эх, дороги!» звездам навстречу, день рождения, «Рязань моя, краса моя» в исполнении хора работников культуры народного ансамбля «Ребятушки» и солистов Дворца культуры имени Ленина Анастасии Римской, Варвары Кулинушкиной, Андрея Маршалко, Дмитрия Калмыкова. Песня «Эх, дороги, пыль да туман, а вода тревоги да степной пурья Вместе с ансамблем «Ребятушки» Вместе с ансамблем «Ребятушки» знаменитую Новиковскую смуглянку с удовольствием исполнил весь зал. Завершением праздничной программы стало открытие юбилейной выставки, посвященной жизни и творчеству нашего замечательного прославленного земляка. Чествование Анатолия Новикова стало одним из главных событий для Скопина. Возле местной музыкальной школы Духовный оркестр выдал самый настоящий концерт. И снова слово нашим коллегам. Самый первый духовой оркестр в Скопине был создан именно на базе музыкальной школы, которая появилась в 1918 году благодаря стараниям Анатолия Новикова. Весь жизненный путь композитора был связан с музыкой. Он ее создавал и дарил окружающим людям. Преодолевая трудности, Анатолий Григорьевич твердо верил в свое дело. В далеком 1918 году Анатолий Григорьевич Новиков, прервав учебу в Московской консерватории, возвращается в родной город Скопин и 22-летним парнем начинает работу по организации музыкальной школы. Он обращается в местное управление образования с просьбой о выделении помещения для музыкальной школы. И город Скопин выделяет два класса в здании старой почты. В окрестностях города, в разгромленных помещичьих усадьбах остались музыкальные инструменты. И два концертных рояля были переданы первой организованной Скопинской народной музыкальной школе. Коллектив преподавателей Анатолий Новиков подобрал из высокопрофессиональных специалистов Петербургской школы. Возглавила школу выпускницы Петербургской консерватории Сара Каплан. Вместе со своей сестрой Марией, преподавателями Бартеневой, Соколовой, также выпускницами Петербургской консерватории они вели в школе класс фортепиано. Всего отделений тогда в нашей школе было пять. Фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты и хоровое пение. Позже школа переходит в здание женской гимназии, и лишь потом ей отдан дом по улице Октябрьской, дом 44, где мы сейчас с вами находимся и где располагается школа сегодня. Марина Ретюнская заверила земляков, что коллектив Скопинской ДМШ продолжает славные традиции ее основателя. Уже 103 год в ее стенах звучит музыка. Среди ее выпускников немало ярких имен, талантливых исполнителей и педагогов. Почтение и благодарность нашему земляку Анатолию Новикову с годами только растет. С его творчеством знакомы далеко за пределами страны. Автор более 600 песен, педагог, общественный деятель. Его жизненный путь вдохновляет, а творчество порождает новые шедевры. Так рязанский поэт и композитор Андрей Крючков сочинил песню, посвященную Анатолию Григорьевичу. Песнь о Новикове премьера этого года. На митинге ее исполнил солист вокального ансамбля «Вояж» Дмитрий Калмыков. Он в песнях до сих пор живет среди веков. С земли скопинской композитор Новиков. Там, где не обозрим простор полей, где нет для сердца родины милей. Завершился памятный митинг знаменитым Новиковским гимном демократической молодежи мира. Из года в год он по-прежнему вдохновляет сердца, как и другие произведения композитора. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин